МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных событиях жизни Брянского региона вы узнаете из нашей информационной программы в студии Марина Николаева. 35 лет исполнилось с момента Чернобыльской катастрофы. В ночь на 26 апреля 1986 года взрыв на 4-м энергоблоге Чернобыльской АЭС полностью разрушил реактор. Здание частично обрушилось. Начался пожар. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение еще более серьезных последствий. Спустя 35 лет все мы знаем, кому должны сказать спасибо за то, что радиоактивное облако не накрыло весь земной шар. Кто не щадя своих сил и жизни боролся за спасение человечества. Это ликвидаторы. Им был посвящен митинг-реквием в сквере памяти трагедии в Чернобыле. Цветы к монументу возложили губернатор Брянской области Александр Богомаз, руководители различных ведомств, ликвидаторы и жители города. 26 апреля в Брянске отметили еще одну круглую дату. 15 лет назад на 20-летие со дня аварии на Чернобыльской АЭС был торжественно открыт памятник ликвидаторам катастрофы. Нашей съемочной группе удалось встретиться с автором монумента. Мария Селивестрова расскажет о том, как проектировали и строили знаменитый расколотый трещиной шар. Пересечение улицы Дуки 3 июля. Вот уже 15 лет это место ассоциируется у брянцев с трагедией на Чернобыльской атомной электростанции. Созданный из нержавеющей стали и гранита памятник. Символ благодарности тысячам ликвидаторам аварии. Весом 3,5 тонны и в высоту более 5 метров. Земной шар, расколоты трещиной, словно глубокая рана реактора, которая до сих пор напоминает всей планете о себе. Сама конструкция памятника разработана в Брянске. Но перед тем, как ее установить на нынешнее место, сюда привозили деревянный макет, который тогда четко дал понять, какой именно высоты будет монумент. Я сделал фанерный силуэт шара 6-метровый. Подогнали мы сюда кран, прицепили этот силуэт на кран фанерный 6-метровый. Подождали комиссию. Приехала комиссия, поругалась, сказала, ну куда такой здоровый. И уехала. Тут поднялся ветер. Этот шар в довольно большой парусности оказался. Его начало побалтывать. Кончилось тем, что шар упал. Фанерный силуэт шара. И у него отломался кусок. Вот. И я называю это случай рукой бога. Потому что отломался ровно 40 сантиметров. Я подумал, что это знак, насколько надо уменьшить высоту шара. Не случайно было выбрано и место. Раньше здесь был пустырь, вокруг которого невысокие постройки. Скульптор смотрел на перспективу. Именно поэтому сегодня шар не теряется в современных строениях. По проекту изначально предполагались и входные группы. Такой вот вариант был предоставлен. Вот эти вот входные группы должны были вот здесь находиться. И, кстати, здесь мог идти огонь вечный. Но и не только шар. Здесь целый комплекс. На темном постаменте из гранита то самое слово «Чернобыль». Кстати, шрифт тоже выбирался не случайно. Надпись вырезали прямо на месте, на уже установленном гранитном постаменте. Я в свое время его употребил в памятнике Мепариане. Дело в том, что для памятников, для монутальных произведений очень трудно найти подходящий шрифт, чтобы он монутально смотрелся. И вот как-то у меня повелось, что в таком виде я уже его пошел применять в других памятниках. Вот и в чернобыльском варианте. Но это такой монументальный шрифт. Он очень подходит. И, кстати, именно для чернобыльских старцов он подошел. Сам постамент высотой 90 сантиметров. Его форма повторяет форму сквера. А страугольные плиты при открытии памятника тут отсутствовали. Вместо них была временная конструкция из фанеры. Моё ноу-хау заключается в том, что тут две плоскости. Не просто такой ящик какой-то такой, а вот именно разделение на плоскости. По-моему, это очень интересно. Тем более я добавил вот эти вот окончания в сторону. Такие вот архитектурные элементы. Они тоже обогащают. Мне кажется, вот такое целеустремление. Вот такое вот, две плоскости, получается очень интересно. Открытие в 2006 году памятника сопровождалось салютом. С тех пор это место каждое 26 апреля собирает сотни жителей, чтобы вспомнить о подвиге ликвидаторов, которые сражались без оружия и стали героями. Мария Селивестрова, Игорь Винничук. События. Брянск. 24 апреля в Брянске, как и по всей стране, прошёл Всероссийский субботник. Инициатор партии «Единая Россия» и Минстрой. Масштабная уборка была организована в рамках реализации мероприятий федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Во всех муниципальных образованиях десятки тысяч членов и сторонников партии «Единая Россия» вышли сделать свои посёлки и города-районы чище и красивее. За грабли, мёдлы, бензопилы и другие инструменты взялись депутаты всех уровней власти, секретари местных и первичных отделений «Единой России», сотрудники общественных приёмных, участники предварительного голосования партии, активисты регионального волонтёрского центра, молодогвардейцы. Одним из знаковых мест субботника стала территория парка имени «Тысячелетие Брянска». Это место особенно популярно среди горожан. Здесь в тёплое время года и по выходным гуляют родители с маленькими детьми. Обширный субботник. Я очень рада, что анонсированный партией «Единая Россия» субботник привлёк очень много внимания, очень много площадок на территории города, на территории Фокинского района. Мы созваниваемся, списываемся с коллегами, что настроение прекрасное. Я думаю, что сегодня город Брянск точно станет гораздо чище. Большая площадь работы, но в целом это несложно, это может сделать любой. Поэтому приобщайтесь, участвуйте, убирайте возле своего дома, возле своего подъезда, в своём городе. Фронт работы действительно есть, проблемы экологии у нас актуальны. И вот такие вот всероссийские субботники помогут очистить наш мир, стать немножко лучше в глазах своих сверстников, в глазах остальных людей, чтобы они тоже привлекались к таким прекрасным мероприятиям. Во главе с руководителем регионального исполкома «Единой России» Андреем Сотниковым, убиравшие территорию парка «Единороссы», собрали больше тонны опавших листьев, веток, оставшегося после зимы мусора. Александра Седачёва, Игорь Винничук. События. Брянск. Лесники Брянской области, представители Департамента лесного хозяйства по ЦФО регионального правительства, ректорат Брянского государственного инженерно-технологического университета, ветераны лесохозяйственной отрасли высадили аллею памяти на территории мемориального комплекса лесникам-партизанам. 14 миллионов рублей. В этом году в рамках нацпроекта «Экология» наш регион получил дополнительные средства на приобретение лесопожарной техники. В торжественной обстановке ключи от малопатрульного комплекса жюриническому лесничеству вручил начальник Департамента лесного хозяйства по ЦФО Владимир Щендрыгин. Национальный проект «Экология» и федеральный проект «Сохранение лесов» сегодня, наверное, самая действенная, наверное, то составляющая, которая помогает нам с вами охранять леса. В большинстве районов области в канун майских праздников работники лесного комплекса региона заложили скверы памяти, провели расчистку пригородных зелёных массивов, высадили саженцы лесных культур. Акции «Чистый лес мы убираем от мусора», «Посади дерево», «Сад памяти». В этих акциях мы привлекаем общественность, волонтёрские движения, всех людей неравнодушных. Кульминацией мероприятий стала посадка Рябиновой аллеи у мемориала лесникам-партизанам, который был открыт в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Своими силами лесники сделали памятник лесникам-партизанам и обустроили землянку, сделали музей. Символично то, что каждое лесничество сюда, на этот мемориальный комплекс лесникам-партизанам, они привезли с мест боёв Рябины. И практически у нас получается вот эта аллея, она со всех наших районов. В посадке аллеи приняли участие заместитель губернатора Борис Грибанов, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин, атаман Брянского отдельского казачьего общества Василий Игрунёв, ветераны отрасли. Выражаю благодарность, во-первых, организаторам, и, конечно же, нашему руководству, работникам нашего лесного хозяйства, все молодцы, и просто вот меня перевыполняет, просто переполняет радость и гордость за наш лес, за наших профессионалов. Этот мемориал и эталонный участок леса – уникальное место для университета, где готовят сотрудников лесного хозяйства. Сначала построили памятник, вот сегодня заложили Рябинову аллею, и здесь в ближайшие годы будет сделано очень многое для увековечивания памяти и ученых, и лесоводов, и простых работников леса, которые отдали жизнь лесному хозяйству. Посетить мемориальный комплекс, расположенный в нескольких километрах от Брянска, по Орловской трассе могут все, кто неравнодушен к истории и природе нашей страны. Александра Седачева, Игорь Винничук, События, Брянский район. Пять дней, чтобы сделать выбор, вся Россия выбирает общественные территории, которые преобразятся за счет проекта формирования комфортной городской среды. Как отдать голос любимому парку, скверу или улице, и почему это так важно, расскажет Светлана Дробкова. Проект формирования комфортной городской среды реализуется с 2017 года. Множество территорий получили новую жизнь в разных городах и поселениях России. На Брянщине только за прошлый год благоустроено 8 общественных пространств и 28 дворов. В программе приняли участие 5 муниципальных образований. Проголосовали 14 204 жителя. Дальше, уверены организаторы, больше. С 26 апреля по 30 мая на сайте 32городсреда.ру будет проведено онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых благоустройству на 2022 год. Предлагаем всем зайти на сайт, принять активное участие по выбору и благоустройству территорий. Цель федерального проекта сделать страну красивее, вовлечь граждан в процесс благоустройства. Проголосовать стоит уже хотя бы потому, что бюджетные деньги пойдут на те объекты, которые выберут наибольшее число россиян. Акцент делается на комплексное благоустройство. То есть в порядок приведут не отдельные участки, ну скажем, заменят скамейки, а всю территорию полностью. Так было с этим местом. Благодаря активности брянцев и федеральному проекту сквер литий преобразился до неузнаваемости. Внести свой вклад в благоустройство города несложно. Нужны интернет, телефон или компьютер. Если с этим проблемы, помогут волонтеры. С 26 по 30 апреля в пяти муниципалитетах области будут работать 13 информационных пунктов. Почти 190 добровольцев и расскажут, и покажут, как и что нужно делать. Если у людей, у жителей города, области нет возможности воспользоваться интернетом, они могут подойти к волонтерам. У волонтеров будет планшет, на котором будет установлено приложение. Жителям региона необходимо будет дать свои данные, ввести свой номер телефона. Волонтеры им предоставляют планшет, и жители голосуют. В областном центре уже открылись пять таких волонтерских пунктов. Остальные восемь рассредоточены по самым крупным муниципалитетам области. Это Дядькова, Уничинова, Зыбков и Клинцы. Время работы с 12 до 18 часов. При этом само голосование, напомним, проходит на сайте 32городсреда.ру круглосуточно. Светлана Рабкова, Сергей Дюков. События. Брянск. Долгожданный водопровод строят на нескольких улицах города. Сельцо. Там, где раньше совсем не было центрального водоснабжения, во всё идёт укладка труб и вилась артезианская скважина. За ходом работ наблюдала наша съёмочная группа. Посёлок Коммунар города Сельцо. Работы здесь идут полным ходом. Строители укладывают в траншею современную пластиковую трубу, которая принесёт в частные домовладения долгожданную воду. Это действительно очень большая проблема для нас была. Особенно в последние годы, когда стали пересыхать колодцы, и воды жителям реально в частных владениях не хватало. Поэтому мы очень рады наконец-то такому событию. В дома местных жителей поступит вода с самого высокого качества. Глубокая артезианская скважина уже почти готова. Идём мы здесь, на этом объекте, с большим опережением графика. Количество людей, задействованных на объекте, 12 человек. Три единицы техники и экскаваторов. По контракту водопровод должен быть запущен к 1 августа. Однако подрядчик и местные власти уверены, что чистая питьевая вода поступит жителям Коммунара к началу лета. В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2021 году, на 2021 год, в городе Сельцо, в микрорайоне Коммунар, будут построены новые системы водоснабжения. Что себя включает, это свыше трёх километров водопроводных сетей и новая артезианская скважина глубиной 140 метров. Значит, на сегодняшний день уже работы ведутся полным ходом. Я считаю, как у нас подрядчик выполняет работы, думаю, что идёт с опережением графика. С нетерпением ожидают воду и жители улиц Киевская, Западная и Парковая города Сельцо. Здесь никогда раньше не было центрального водоснабжения. Напротив меня колодец, бёдрами грели. Машинки у меня действительно не было. И стирали руками. Воду поливали. Тоже носили в бочках. Огород большой, было очень сложно. Новые руководители города Сельцо пообещали разобраться с проблемой. После заступления в должность полтора года назад глава местной администрации Игорь Васюков регулярно встречался с жителями Сельцо, принимал их пожелания. Одними из основных чаяний был водопровод на улицах Киевской, Западной и Парковой. Руководство города в тандеме с жителями поспособствовали скорейшему решению вопроса. Получили грант порядка 5 миллионов на объект водоснабжения, тот, который не могла организовать администрация предыдущая. Жители активно включились в эту программу. И жители выбрали, именно жители в своем голосовании выбрали то, что проложить именно на... Выиграли грант на прокладку водопровода на эти проблемные улицы. Позади составление проектно-сметной документации. Завершается согласование работ со смежными организациями. Подрядчики готовы приступить к работам в ближайшие дни. Необходимые материалы и техника уже имеются. На весь контракт нам выделено, значит, три месяца. Срок вполне достаточный для этого мероприятия. Это не первый наш контракт, мы достаточно давно уже на рынке. Поэтому тут все будет в срок, качественно. Местные жители с нетерпением ожидают водопровод и строят планы, что в первую очередь купят из бытовой техники – стиральные машины. Наконец-то появится возможность обустроить ванные комнаты. Провести в дом, провести в огород, чтобы везде вода была вольная, чтобы не поливал и не стирал, и, как говорится, не экономил. Только недавно пришел глава тогда, еще и года не работал, ему было все это сложно, все это организовать, все это делать, это было очень сложно. Но он дал слово, что обязательно на коммунар, на улице, где Киевская и другие, будет проведена вода. И вот вы видите, результат такой есть. Значит, наш глава умеет держать слово. Это очень приятно. Однако благое дело не обошлось без недоразумения. Журналисты одного из брянских СМИ выпустили материал в жанре «Все пропало, и они все врут». Вероятно, ради ажиотажа, а может быть и просто не получив исчерпывающую информацию, рассказали, что местные власти обманули жителей, и воды им не видать. Администрация, гордость и лицо, официальные органы всегда рады вам дать полную достоверную информацию. Не пользуйтесь фейковыми информациями, слухами. А придите к нам в администрацию, двери открыты, мы расскажем, в каком состоянии проект, как ведутся работы. Не превращайтесь, пожалуйста, из средств массовой информации, в средства массовой дезинформации. Тоже средство массовой информации выдало еще один материал об отрезанной от большой земли деревне Сельцо. Якобы жители не могут выехать и въехать из поселения. Однако этот мост не единственная дорога в деревню. Деревня Сельцо вообще находится на территории Брянского муниципального района. И город Сельцо никакого значения не имеет. Просто деревня Сельцо, как бы название, и город, и деревня, это просто однозвучно. Тем не менее, мост, который находится на территории Брянского района, по просьбе жителей города Сельцо и согласованием Брянской районной администрации, обслуживает мост, администрация именно города Сельцо. Мост сейчас действительно закрыт для автомобилей, но все ради безопасности. Зимой здесь пыталась проехать груженая фура, которая повредила сооружение. Специалисты провели ревизию и готовятся отремонтировать переправу. Но и это не все. Рядом будет построен новый железобетонный мост. Сейчас разрабатываются необходимые документы. Финансирование обеспечено. Артемий Маркелов, Анатолий Чекрыгин. События Сельцо. В Брянске прошел региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. В легкоатлетическом манеже имени Самотесова собрались участники из разных районов Брянской области. Им предстояло сдать несколько нормативов, в том числе бег, подтягивания, отжимания, гиря, наклон, пресс. Александр Новиков с подробностями. В легкоатлетическом манеже имени Самотесова сегодня представители всей Брянской области и всех возрастных категорий. Семейная команда – это ребенок, мальчик или девочка, 8-9 лет, папа с мамой и бабушка, либо дедушка. Четыре человека – такая дружная семейная команда. Аббревиатура ГТО расшифровывается как «Готов к труду и обороне». Она пришла из советского прошлого, когда физическому развитию граждан страны уделяли большое внимание. С 2014 года ГТО вернули. Сегодня мы еще раз с вами убедимся, что комплекс дает возможность заниматься от самого малого возраста до старшего поколения на протяжении всей нашей жизни, физической культуры и спорта. Сегодня особенный день, потому что сегодня будут соревноваться самые близкие и родные люди – три семейных поколения – дети, родители, бабушки и дедушки. Я думаю, что все семейные команды сегодня проявят себя в различных видах спорта, программах спортивных, сегодня максимально ярко. Командам предстоит сдать несколько нормативов в разных видах. «Бег мальчики и девочки на 60 метров, взрослые по соответствии с возрастом бег 2 либо 3 километра, и взрослые наши поколения – смешанное передвижение. Плюс еще они выполняют сгибания, подтягивания, ну там по виду, разные виды испытаний». Зачастую в семьях уже есть обладатели золотых значков, но сюда приезжают, чтобы поддержать более юных участников. «Мы рассчитываем на участие в первую очередь. Ну, если не считать нашего маленького члена семьи, то все остальные с золотым значком ГТО. Уже? Уже. Поэтому мы очень хотим поучаствовать, потому что мы активные, спортивные. Но победа, конечно, хорошо, но нам главное – участие». «Мы за сына, за своего уверенность, что он покорит все и возьмет золотую медаль». «Для его поддержки». «А мы вот поддержка, мы поддержим его». «У вас уже есть какой-то значок?» «У нас есть в том году, у него есть значок ГТО, но мы просто в поддержку, показать примеры, что вот мы тоже». «И мы тоже хотим такими же стать, как и он». Победители регионального этапа представят Брянскую область на всероссийском финале в Ставропольском крае в июле текущего года. Александр Новиков, Александр Жучков. События Брянск. В Погарском районе прошел день призывника. Виновники торжества, новобранцы, прошли по главным улицам райцентра под аккомпанемент духового оркестра. Повестки им вручили на торжестве в Доме культуры. Даже совсем не весенняя погода не отменила годами сложившуюся в Погаре традицию. Ребята, которые этой весной пополнят ряды армии, промаршировали от военкомата до районного Дома культуры. Из чего предстоит научиться стрелять, какие виды вооружений изучить, новобранцы рассматривали на импровизированной выставке. Ее устроили в фойе Дома культуры, приглашенные на торжество военнослужащие войсковой части. Действующие офицеры и те, кто вышли в запас, обратились к призывникам со словами напутствий и пожеланий. Хороших командиров, заботливых, которые обо всем заботятся. О их здоровье, о питании, о их положении. Может быть, что-то в семье будет происходить, чтобы поддержали всегда солдата, потому что он одинок. Для него отец и мать командир его. Среди тех, кто отправится служить весной, Денис Никитин. С сыном на торжество пришел отслуживший свое время в ВДВ Юрий Никитин. В семье нет кадровых военных, но долг родине отдал каждый мужчина. Служить надо. Надо же кому-то родину и защищать. А кто, кроме нас, мужиков? В Погарском районе на протяжении многих лет уклонистов нет. Будущих призывников воспитывают на примерах подвигов земляков. Десятки ребят, вот так же уходивших в армию, возвращались с орденами и медалями за подвиги в горячих точках. В историю района вошли пять героев Советского Союза и полный кавалер Ордена Славы. Их путь начинался так же, как и у сегодняшних призывников. Наверное, уже месяца четыре, как хочется в армию сходить. Наверное, созрел уже для этого. Только там ты приобретешь, скажем так, закалку характера и окончательно повзрослеешь, как бы, и поймешь, чем ты хочешь заниматься. В память о земляках, погибших в войнах и локальных конфликтах призывники возложили венок на мемориал в центре поселка. На торжестве под марш прощания славянки. Всем, кто отправится служить, были вручены повестки. Наталья Будник, Игорь Винничок, События Погар. Спортсмены из Брянской области, Орла, Смоленска, Москвы. Первенство Брянской области по фигурному катанию на коньках состоялось в Ледовом дворце Володарского района. Подробнее Екатерина Пенько. Фигурное катание в Брянской области становится популярнее из года в год. Побороться за призовые места в Ледовом дворце собралось более ста фигуристов разных возрастных категорий. Со стороны кажется все легко и просто, но за каждым движением дни, недели и даже годы тренировок. Фигурное катание очень красивый вид спорта, но и в то же время очень сложный. Это ежедневные, изнурительные, можно сказать, тренировки. Это режим питания, режим дня обязательно соблюдения. В руководстве Федерации по фигурному катанию отмечают очень ценна поддержка властей города, которые уделяют данному виду спорта особое внимание. Губернатор спорту и особенно хоккей, в том числе фигурному катанию, ну и безусловно и лыжам и многим другим видам уделяет особое внимание. Теперь задача, чтобы спорт поднять. Без здоровой нации не будет в дальнейшем и какого-то ключевого производства. Вот почему Александр Васильевич по-особому сегодня относится к развитию всех федераций. По словам Николая Сергеевича, в Брянске и Брянской области планируется в общей сложности 12 ледовых дворцов. Это не может не радовать и родителей, и маленьких спортсменов. Конечно, рады. Конечно, хорошо, что есть возможность спортом заниматься детям. Спорт – это жизнь, надо заниматься. В любом случае, это хорошо. Пусть развивается и дальше. В каждом из ледовых дворцов будет работать школа фигурного катания, что, несомненно, повысит уровень подготовки наших спортсменов. Однако уже сейчас главный судья из Москвы отмечает, что прогресс наших фигуристов заметен. Уровень фигурного катания в Брянске стал заметно выше. Это уже отмечают суди, которые приезжают сюда и в первый раз, которые судят. Они говорят, что дети реально катаются лучше, чем некоторые спортсмены из других городов. Они волнуются, когда выполняют аксель, радуются тому, что получился тулуп. Еще такие маленькие, но уже со своими большими победами. Это самый лучший спорт в мире, который только есть. Когда мне мама сказала, что мы пойдем на фигурное катание, я даже обрадовалась. И когда я в первый раз стала на коньки, я сразу поехала. Места распределены. Наши брянские фигуристы оказались в тройке лидеров. Уже в мае в Брянске впервые состоится Кубок губернатора Брянской области по фигурному катанию. Это все новости к этому часу. Всего самого доброго. Берегите себя и до встречи.